короче говоря мне посоветовали банк который называется юникредит банк это не реклама один мой друг посоветовал я написал их в техподдержку на сайте так и так и не стал говорить что я ютубер так далее я просто сказал что за границей мне родственник может перекинуть вам денежки на счет в баксах а так чтобы я получил здесь в рублях он говорит да это возможно его но вы же не открываете валютные счета а это не надо приходите в наш банк открывайте рублевый счет получаете карточку дебетовую виза только виза вы будете платить каждый месяц за ее обслуживание 300 рублей и когда он будет за границей присылать вам бабки в долларах мы автоматически будем переводить в рубли и по нашему внешнему курсу будем вам выплачивать на сегодняшний день вот я снимаю видео подкаст 22 июня вот это примерно 80 рублей за бакс вот такой вот расклад значит так на следующий день я пошел в банк зашел в представительство говорю так и так я хочу открыть у вас первое рублевый счет второе дебетовая карта нужна виза отдал вам свой паспорт девчонки без каких-либо проблем низким покон все сами оформили все потом заполнили единственное что они сказали вот пока мы заполняем документы скачайте наше фирменное приложение я открыл iphone скачал фирменное приложение затем они у меня спросили где я работаю я назвал где я работаю но они не проверяли все документы они оформили через 15 минут я тут же подошел к окошку уже приложение скачал мне любезно помогли все там заполнить в этом окошке номер моей карточки мои реквизиты я это вижу через приложение затем тут же в банке я отправился в банкомат и положил себе на счет одну тысячу рублей но можно было меньше я кинул ты еще затем не посоветовали именно сегодня что-то купить ну по своей карточке чтобы она была активна я вышел из банка зашел в соседний магазин буквально через час и по этой карточке что-то купил там не помню на 500 рублей короче говоря карточка стала активно дебетовая виза карта на следующий день да не в этот день я подождал примерно сутки на следующий день я открываю google adsense и ввожу свои реквизиты я указываю свой номер рублевый счет рублевый я указываю свифт я указываю подробное название банка я указываю сокращенное название банка я пишу имя фамилию свою на английском языке вот такая вот история ну а теперь давайте напоследок более подробно рассмотрим что необходимо вам заполнять и так это официальная страница на сайте банка что вас здесь интересует первое это полное название раз второе сокращенное название 2 это все будет у всех одинаково и плюс вас интересует свифт 3 и так раз два и три пожалуйста не указывайте название которого здесь москва не надо повторяю 1 2 и 3 затем открываете google adsense и вводите следующие данные здесь указываете сокращенное название которое копируем отсюда аккуратно без ошибок затем пишите свою фамилию имя отчество опять же аккуратно без ошибок затем здесь вы указываете полное название которое мы копируем отсюда видите полное название что касается биг да биг здесь указан но не копируйте его откройте свое приложение там выберите свою карточку виза нажмете там свойства информация по счету и там в вашем приложении будут указаны реквизиты вы увидите фамилия имя отчество номер счета и там же будет указан биг так вот биг берите оттуда это очень важно что касается свифт копируем отсюда ну а здесь вбиваем свой номер счета который опять же указан в вашем приложении не забывайте пожалуйста здесь поставить галочку указать в качестве основной способ оплаты и сохранить ну а предыдущие выплаты можно в принципе удалить а